Всем привет! Сегодня 13 ноября. Я в славном городе Штутгарт. В городе не только родины слонов и мерседесов, но и знаменитых на весь мир автомобилей Porsche. И вот, в общем-то, я сейчас заезжаю в район города Штутгарт, который едва ли не полностью посвящен этой прекрасной, замечательной марке. Вот эта вот зданица, которая сейчас прямо передо мной. Это музей Porsche. Вон там вот большие производственные площади. Это завод Porsche. Ну, короче, в общем-то, тут целый район. Прям даже не квартал, а, наверное, несколько кварталов. Огромные-огромные территории заняты Porsche. Вот это тоже завод Porsche. Вот тут на крыльцевой развязке на столбах приколоченные Porsche. Слева вот это вот с надписью красивый магазинчик Porsche, где можно этот самый Porsche прикупить. А вот проходная на завод Porsche, куда, в общем-то, ломится рабочая. Я когда сюда приехал, я возвращался, просто решил немножко сначала начать. Вот, а вот тянется вон туда, далеко-далеко. И тут прям стояла очередь из желающих попасть на завод Porsche. И вот как выглядит, собственно говоря, музей, куда я сейчас, наверное, попытаюсь попасть. Я не знаю, работает он или нет. Ну, если даже нет, то, в принципе, мне вот этого выставочного центра, скажем так, места, где продают Porsche, тоже будет достаточно, чтобы посмотреть на эти автомобили. Прикупать Porsche я себе, конечно, не думаю. Но, тем не менее, интерес у меня есть, потому что все-таки Фердинанд Porsche был великий инженер. И несмотря на то, что он запятнал себя немножко во время Второй мировой, но, тем не менее, на уровень его инженерии, скажем, это не очень отразилось. И попробую попасть в музей. Не знаю, куда привеем. Мне, как это, хочется везде и сразу. Значит, придется сейчас выбирать. Что меня сразу стало смущать, вот прям незамедлительно, я не могу найти, куда привязать мой велосипед. Я понимаю, что паршисты, в общем-то, не любят велосипедистов, и они находятся на разных полюсах заботы о природе. Но, тем не менее, хоть какой-то там, хоть какой-нибудь пандус, куда привязать коняшку, в общем-то, ничего у меня не получается. Ладно, я думаю, что из-под магазина Porsche у меня его не уведут. Хочу заглянуть, наверное, сначала в магазин. Тут прямо тоже и сервисная станция. Вот. А потом уже попробую попасть в музей. Царство Porsche просто завораживает. Даже в телефоне фокус меня теряется. Он не знает, что снять. Конечно, потрясающее место. Ощущение мощи, скорости, высоких технологий. Вот прям весь углепластиковый вам Porsche. Прям гоночный, до мозга костей. Умоляют не трогать пальцами, потому что агрегат, очевидно, стоит, как половина космического корабля, который запускает Elon Musk. Если Musk стремится к дешевым космическим запускам, то Porsche стремится к дорогим продажам автомобилей. То есть, разное абсолютно направление. Поэтому Porsche вполне может стоить половину этого корабля. Потрясающее место. Конечно, машина тоже потрясающая. Там наверху тоже масса чего интересного. Я просто не знаю, можно ли здесь снимать или нет. Я особо ни у кого разрешения не спрашивал. Но я не думаю, что паршисты будут выпендриваться и что-либо запрещать. Это не в их интересах. Классное место. Да. Мне здесь очень нравится. Блин, тут какая-то вот грустная Порша. Что-то как-то, что-то с дизайном они так подкачали. Какая-то она плачущая получилась. Слезная. Такая грустно-слезная. Нет, такую Порше я себе не хочу. Слишком она грустная. А, я понял, почему она грустная. Ее бензина лишили. Она электрическая. То есть, Порше отобрали у нее бензин. И она вся сгрустнула. Надо подняться еще наверх. Там стоят два прикольных спайдера. Она туда не пускает. Эта площадка только для персонала. Carrera GT. Да-да. Классная машинка. Но эти тоже. Ни разу не скромные антикрылья. Если это антикрыло перевернуть, то, я думаю, Порша взлетит на этом крыле. Когда оно перестанет быть анти, а станет просто крылом. И здесь кабриолетики. Ну что, да, потрясающее место. А, вот и лифт. Как они сюда попадали, я хотел сам себя спросить. И вот сам себе нашел ответ через этот вот лифт. И вот как выглядит шоу-рум с высоты балкончика, на который я забрался. Да. Интересно, что меня ждет в музее. В театре-музей начинается с вешалки, а у Порша с гаража. Вот здесь вот гараж, где восстанавливают старые, аутентичные автомобили. В частности, вот это вот гоночные автомобили Лимана. 1981-го, 2015-го, 1998-го года. А это еще какие-то, еще более старые. Это 80-го. Туда тоже можно пройти с экскурсии. Это как бы абсолютно действующий музей. Там вот проходит реставрацию 911-й, вижу, там мотор стоит какой-то. Еще, но посещение этого музея стоит сильно дорого, поэтому я пойду по классическому маршруту. То, за что заплатил, туда, в общем-то, и пойду. Смысл мне ездить на велосипедах по 40 километров, чтобы потом пользоваться эскалаторами, да? Не вижу смысла. Ладно, скарабкаюсь, покажу дальше. Вот эта штука совершенно на Порше не похожа, хотя отвечает всем современным тенденциям. Сделана из экологически чистого дерева и с электроприводом. Как это ни странно, это электроавтомобиль. А вот, собственно говоря, и территория Порше. Это 550-й Спайдер. Балдеть можно. Не, ну, конечно, смотрится вся эта машинерия невероятно интересно. Удивительно, насколько маленькие эти автомобили. Ты подходишь к нему и понимаешь, что он размером, но очень маленький, да. Вентилятор. Это не для того, чтобы взлетать, это для того, чтобы охлаждать мотор. Порше, как известно, славились своими воздушными моторами, моторами с воздушным охлаждением. Поэтому у них у всех в той или иной мере есть такой вентилятор. Прикольно. Ага. Тут прям коленвалы и прочая штука. А вот и кузов стеклопластиковый одного из Порш, который весит 130 килограммов. Порш 908. Ну, самоделка она есть. И вот гоночные автомобили на самом деле выглядят самоделками. Вот этот вот уникальный Порш. Я такого Порш не видал. Мало того, что он дизельный, так он еще и трактор. Правда, установлен абсолютно. Ну, просто до состояния новое. Может быть, он даже и новый. И тут... Не, вообще, конечно, потрясающее место. Я что-то мылился, мылился. Мне было, честно говоря, жалко эти 10 евро. Думаю, да блин, я Порш никогда особо не любил. А тут я хочу сказать, что проникаешь ощущением исторической ценности этого автомобиля. И очень интересно становится. Запчасти. Колено. Рулевая рейка, еще что-то. Так. Ух ты. Опять ощущение игрушечное у автомобиля. Но не кажется он полноценным. Каким-то полноценным. Кажется очень маленьким. Девятьсот семнадцатый. Что-то мне кто-то шлет. Надо посмотреть. Потом. Ух ты. Детям, кстати, вход, по-моему, тут чуть ли не бесплатный. Чтобы они полюбили Порше, выросли и купили. Такая стратегия. В общем-то, прикольная. Обалденные автомобили. Обалдеть. Надо попробовать сделать фотографию. Если получится. Удивительное дело. Я даже не думал, что двенадцатицилиндровые моторы Порше тоже были с воздушным охлаждением. Но, тем не менее, судя по всему, это так. И вот эти аппараты. Вот эти уже на самом деле не кажутся маленькие. Они прям здоровые какие-то. Прям длинные. Кокпит, конечно, не очень большой. Но сами по себе они, конечно, огромные. Там внутри стоят такие блоки управления с охлаждением, ребристые. Да. Залазить, вылазить с этих аппаратов было не очень удобно. Но ездили они очень шустро. О, тут еще какие-то исторические. Ну, честно говоря, ну, с пожарным автомобилем у меня, ну, никак Порше не связывается. Но, тем не менее, как было показано, она выпускала трактор и даже переделала микроавтобус Вольцваген. Наверное, впихнули туда какой-нибудь мотор, чтобы он на дыбой вставал при старте. Ну, это единственное, что можно было сделать с этим автосиком. А это вот испытание на безопасность. Вот таким образом размолотили они машинку. Ну, в общем-то, конечно, жаль. Хороший был автомобиль, но он уже свое отъездил. Да, экспозиция очень интересная. А это вот с намеком на то, что автомобиль Порше при максимальной скорости мог ездить по вертикальным стенам. Наверное, я так предполагаю. Это к тому, что вот как раз-таки антикрыло и сама форма этого автомобиля позволяла ему прижиматься очень сильно. И вот тоже уникальный опыт у Порше. Она ездила в ралли-рейд Париж-Дакар. И, да, Порше имела даже исторические связи с Советским Союзом. В частности, восьмерку. Помогали ВАЗ-2108 делать их инженера Порше. А спортивный болид ВАЗ-2108 участвовал. Тоже в ралли-рейде Париж-Дакар. Она была построена как раз-таки на базе Порше. Поэтому вот можно здесь даже увидеть, наверное, будет где-нибудь восьмерочку. Это будет вообще прикольно. Ну, конечно, я не думаю, что это произойдет, а? Обалденно, мы здесь. О, санки. Санки такие хочу. Это единственная Порше, наверное, которой я себе могу позволить. Нет, хотя я так не думаю. На самом деле, судя по их виду, они, конечно, какие-то космически дорогие. А, это типа ездить можно по воде. Это Мото Сэйбоб. Морской Боб. Так. Там какие-то космические корабли. Что-то они мечтали бороздить просторы галактики на Поршах. Не знаю. Так. Что-то в Формула-1 прост. Ну, да. Покварен Порше. Был такой опыт, наверное. Честно говоря, я не очень про него в курсе. Ну, вот в 86-м году. Просто ездил в Макларене с мотором Порше, я так подозреваю. А вот тоже Дакаровский автомобиль. Что-то здесь опыт делает. Ну, что-то, видно, Порша помогала в безопасности. Да. О, Порше на дровах. Что-то это напоминает мегасгольдерный двигатель. Где-то сгорает дрова, потом это перерабатывается в газ. И все это потом. Ух ты, прикольно. Что это такое? Это какой-то прототип. В 89-м году делали эксперименты. А это, не знаю, что это такое. Ну, какой-то ходовой макет. Что-то они испытывали. Какие-то очевидные экологические. Проводили эксперименты. Прикольно. Розовый Порше. Мечтаю ЛС Пресли. Ну, если есть розовый Кадиллак, почему бы не быть розовым Порше, да? А вот, собственно говоря, опять космический корабль. Сивинг Гегаса Стритфайтер. Прикольная игрушка. Хотел бы и с такой поиграться. А вот и кубки Порше. Да, повыигрывали не огромное количество соревнований. На самом деле, одного только Лимана. Там что-то порядка 108 побед у них. От Реор, по-моему, да? Это... Да, Реор. Знаменитый. Гонщик. Джеки Икс где-то должен быть тут еще. Тоже их знаменитый. А вот количество кубков. Не поддаются исчислению. Ну, конечно, посчитать их можно, но смысла в этом нет. Да. О, так, а Мерседес что тут делал? Порше занимался оптимизацией ОВ8. Здесь инженеры Порше работали с Мерседесом даже. Ну, тем более, им тут не сложно. Тут рядышком квартал переехал. И там уже Мерседес. Штутгарт-Скопище такого рода инженерно-мыслящих людей. Тут куда ни кинь, то двигателист, то кузовщик. Китайцы, да. Ах ты. Интересно. Тоже. Как скомпонован мотор на отсек. Тут, блин, на самом деле яблоку некуда упасть. Как они их обслуживали, эти моторы. Кошмар. Вот, блин. Вон там машина, в которой можно посидеть. Ну, честно говоря, я даже не буду себя дразнить. Потому что, ну, в ближайшее время я не планирую покупку этого автомобиля. А терзать себе душу. Вот этот спайдер, куда они пустили меня в шоуруме. Вот. Carrera GT. По признанию некоторых мото-журналов, это автосика убило больше людей, чем все остальные Порше. Месть взятая. Чрезвычайно трудно управляемый, очень злобный, агрессивный. И скоростной агрегат. Ну, если коротко сказать, просто монстр. Ага, а здесь вот наглядное пособие для любителей анатомических подробностей. Да уж, прикольно. Вскрыли Порше. Кольцевые гонки тоже. А, это 24 часа Лимана. Ну да, кольцевые они же кольцевые тоже. Красиво разыгрошены, кто фиг. Очень, очень интересный музей. Да, я рад, что я отжарил этих 10 евро. Хотя, судя по всему, их можно было просто не платить, просто только зайти. Тут контроля как такового нету. Все на доверии. Ну, я же в Европе, я же европеизируюсь, поэтому у меня совесть не позволила бы все равно. Тут есть какой-то прям аттракцион. Где можно погонять на Поршах. А, это электрическое, по-моему, что-то. Да, электрическое 2019 года. На тоненьких колесиках, с маленькими дисками. Но, я думаю, пуляет она, тоже будь здоров. Интересно, меня пустят погонять на Порше? Сколько это стоит? Наверное, отдельный аттракцион какой-то. А, сейфти-кар. Машина безопасности. Машина безопасности. Да. Надо хотя бы сделать несколько фотографий. Запечатлеть себе на фоне этого великолепия. Потрясающее место. Ходить тут можно долго. Сделал я парочку фоток, но я продолжу осмотр. Тут есть офигенная штука. Вот это я точно могу себе позволить. Да, вот это я знаю точно. Вот такую вот игрушку напольную, в которой можно смело гонять на Порше. И такой, на чем ездишь, да? На Порше так вот катают по вечерам с детенышем. И, блин, можно будет абсолютно правдиво об этом заявить. Жаль, Жаль, Егорыш вышел уже из этого возраста. Это можно, кстати, прикольный аттракцион для тех, кто испытывает. Для аудиофилов, скажем так. Можно выбрать звук и газуя встать тут по центру и наслаждаться звуком, который издает Порше. Можно губами немножко добавить, там какой-нибудь. И будет вообще уникальный звук. Классно. Красивые автомобили. Да, Порше все-таки это, ну, я бы не сказал, что... Хотя, на самом деле, наверное, это все-таки квинтэссенция немецкого спортивного достижения. Немецкой спортивной индустрии какой-то фигни иногда несу. Вот, потому что очень богатая у нее спортивная история. Очень интересные технические решения. Очень красивые автомобили. И, безусловно, потрясающий музей. Так, я вернулся к аттракционам. Ну, меня вряд ли пусть, а тут куча детей у нашей, которые горят не меньше меня желанием погонять. Ну, попробуем. И вот тоже интересная штука, как из алюминия делали раньше кузова. Это тоже гоночный болид, кузов гоночного болида, рекордного болида с закрытыми колесами для максимальной эффективности аэродинамической 39-го года. Блин, вот это все сделано вручную, обалдеть можно. А, это вот знаменитый поршевский мотор. Четырехцилиндровый позит воздушного охлаждения. По-французски. Тут много языков, много языков я слышал. Вот команда Порше. Андольф Розенберг. Ворон Халс. В общем, очень интересный музей. На самом деле, рекомендуем. Потрясающая машина. На, это прям хардкор, это суровый довоенный болид Формула-1. Нет, послевоенный, 47-го года, я ошибся. Это В-12 оппозитный. Кажется, прям игрушечным просто. Но, тем не менее. Распредвалы приводились с помощью шестерен. Блин. Я в восторге. Я в восторге от посещения этого музея. Он, на самом деле, интересный и потрясающий. Ну, в общем-то, я вернулся, с чего начал. Сейчас я еще раз сделаю несколько фотосессий. И поеду дальше. Мне сегодня опять в темноте возвращаться домой. Но меня это не пугает. Какой интересный, удивительный факт. Вот это вот самое современное на сегодняшний день средство привода автомобилей. Мотор-колесо, которое выпущено в 1900 году. 1,8 киловатта. Вот таким вот образом пытались делать электромобили в самом начале 20-го века. Как интересно движется история, да. То есть, круг замкнулся. Все началось с электромобилей. В общем-то, и сейчас ими все заканчивается. Это авиационный мотор. Фердиндор Порше тоже поучаствовала в строительстве авиадвигателей. Наверное, какого-нибудь там невероятного объема. Да, 14 литров. Объем этого моторчика. Ну и, конечно же, не полностью отражена в этом музее история Порша. Но, тем не менее, потрясающе интересный музей. Я доволен тем, что я сюда сегодня попал. И мой репортаж будет сегодняшним посвящен исключительно этому музею. Я его назову День Порша. Ну, а за сим я с вами прощаюсь. Покидаю музей. Заканчиваю осмотр. И еду в Штутгарт. Это тут, ну, не на окраине, но немножко в стороне от центра города. И потом к машине. Мне еще 35 километров машин рулить. Как-то так. Всем пока. Не мог оставить без внимания гипермаркет Мерседеса. Мерседес форум. Название там вскрылось. Мерседес форум. Можете поверить, не на слово. И здесь, наверное, выставлено ну, едва ли не все, что производит Мерседес. Огромное здание. Стеклянно-железное. Два, два, три уровня. И битком набито различного рода Мерсами. И производными от них Брабусами, Смартами и прочей мерседесовской штукой. И тут же, кстати, чуть дальше там был завод Маля автомобильных компонентов. В общем, Штутгарт это прям автомобильная столица Германии. Я прям не побоюсь, он прям тоже здание Маля. Тут все для и вокруг автомобилей. Я здесь кажусь чужеродным элементом на своем велосипеде. Но, тем не менее, я здесь. И это радует. Как-то так. Вот отсюда, с этого холма, тут прям какая-то искусственная холм. Такая, ну не башня, а штука пуп. И с этого пупа открывается великолепный вид на Штутгарт. Я ехал оттуда, как раз таки сюда. и не увидел, какой вид открывается. Вот что значит не оборачиваться назад, как это не очень хорошо. Зато, когда ехал обратно, я в полной мере смог насладиться потрясающим видом на этот великолепный город. Мой путь лежит вон туда. Вообще, холмистая очень местность, очень тяжело кататься, наверное, поэтому мы здесь изобрели автомобили, потому что пешком ходить по этим холмам достаточно проблематично. Вот. Но я вполне справляюсь с этим процессом, поэтому пойду дальше справляться. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok